Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена опять коронавирусной инфекции. У нас в студии замечательный доктор, исполняющий обязанности заместителя главного врача центральной клинической медико-санитарной части имени врача Егорова, исполняющий обязанности начальника ковидного госпиталя Прокофьев Геннадий Николаевич. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Геннадий Николаевич, ну вообще сейчас такая ситуация, многие ограничительные меры уже сняты, но тем не менее в Ульяновской области все-таки еще продолжает распространение коронавирусной инфекции, и у нас более 10 тысяч зараженных. Ну впереди осень, перемена погоды, учебная пора, и у людей, соответственно, очень много вопросов по этому поводу. Вообще ожидается или нет вторая волна, так называемая вторая волна коронавирусной инфекции, и поможет здесь вакцинация именно от коронавирусной инфекции. Ну мы собрали наиболее такие часто встречаемые или часто задаваемые вопросы наших зрителей, и попробуем сегодня вот в плане диалога такого с вами на многие из этих вопросов ответить. Ну и мой первый вопрос, как вы считаете, вот как практикующий врач, как доктор с большим стажем, вот ваше видение, все-таки эпидситуация и в стране, и в Ульяновской области, она все-таки будет ухудшаться, или все-таки будут какие-то подвижки к улучшению этой эпидситуации? И сразу следующий вопрос, насколько вот вы считаете следует ожидать, вот как я уже сказал, второй волны? Интересный вопрос, конечно. Расширение мероприятий, вот социальных, открытость общества, она как раз и исходит от того, что как на самом деле эпидемиологическая составляющая, это основа для расширения вот этих вот мер, мер, мероприятий, да, по расширению, по вовлечению общества в обычный режим и все такое прочее, а не обратно. Поэтому я надеюсь, что все меры, предпринимаемые государством, и у нас в области в том числе, они естественные, и процесс, в общем-то, достаточно по коронавирусу не изучен, но мы ведем ее, как уже состоявшуюся инфекцию и с большими надеждами на ее понимание и возможности борьбы с ней. Поэтому та информация, которая вот приходит сейчас, она обобщается по всему миру, и у нас в том числе применяемая и в профилактике в лечении, она говорит о том, что в принципе мы можем ее побороть. Единственное, что болеет, к сожалению, все группы населения, преимущественно, конечно, возрастной, люди старшего возраста, но опять же, мои личные убеждения такое есть, что болеют они в том случае, если они встречаются с более молодыми людьми. То есть с теми активными людьми, которые, может быть, даже не соблюдают этот режим, не соблюдают ограничения, они продолжают и по жизни, у них стимул такой жизненный работать, продолжать активный образ жизни во всем. Поэтому они продолжают работать, продолжают общаться и, конечно, не забывают о своем возрастных родственниках. А вот если мы, одна из мер, чтобы не заболеть, это самоизоляция. Вот если это возможно, пожилой возраст, старше 65 лет, как это прописано в инструкциях, они не должны собрегаться вот с режимом активной жизни. И тогда они будут обеспечены им, я просто в этом убежден, потому что масса информации о том, что они даже не заболевают. Даже простудный фактор у них никакой, никакие катаральные явления, респиратурные у них практически нет. А вот действительно и повышенная заболеваемость, и смертность в возрасте старше 65, я бы сказал, старше 70 лет, это преимущественно, когда ограничительные меры в семье, вот такая многопоколенная семья, которые живут вместе длительное время, там и бабушка, и отцы, и деды, и родители, и внуки, конечно, они заболевают и очень трудно переносятся. Поэтому ограничения действительно, они поблажки такие вот наступили, возможности расширения есть, сколько мы можем прятаться от полноценной жизни. Раньше ее воспринимали, этот коронавирус, как подобие той же какой-то любой коронавирусной инфекции. Она же известна давно, эта коронавирусная инфекция. Не это конкретно, а вообще коронавирус, с 60-х годов прошлого столетия. Раньше это протекало просто как в рамках респираторного вирусного заболевания. Сейчас вот более и наука идет вперед, и возможности выявления этой патологии, уточнения ее параметров, она возможна. Ну и потом, вариабельность этого вируса, она, как мы живем, изменяемся. Изменяется наша жизнь, инфраструктура, общественные связи. Так и вирус, он мутирует и развивается. Межвидовые изменения происходят. Конечно, конечно. Потом доказано же, что сейчас человек заболевает от переносчика уже этой инфекции. Относитель, так называемый. Да, да. Есть же информация, что изначально он мутируел на животных, а теперь он видоизменился, и теперь мы можем заболевать. Ну это, наверное, специфика социальной жизни и вообще жизни биологической на Земле, наверное, в этом как бы имеется место. Что касается, будет ли продолжение эпидемиологического порога, вообще медики – это консерваторы. Мы стараемся лучше, так сказать, придержать строгость, проявить в соблюдении мер. Как бы на два шага вперед. Да, да, да. И это на самом деле правильно, потому что профилактика – это прежде всего. И есть меры, которые дают действительно действенные в отношении продолжения работы. Ну это и политическая сторона, потому что это вовлечение многофакторное такое, и производство, и зависимость людей от средства жизни, на что жить. Это то есть политическое государственное отношение. Я думаю, что у нас в стране это как никогда проявлено, проявилась такая работа в отношении глобализма, вся вертикаль власти была подвержена к тому, чтобы преградить путь, сделать ограничительные меры строгие, которые, в принципе, и послужило тому, что на самом деле есть. И смертность у нас ниже, чем в мире во всем. И достаточно вклад людей, именно вот личность, как личность. Здесь вот медик, мне кажется, проявился очень хорошо, потому что этот профессиональный энтузиазм, это и работа бесконечная, желание помогать, несмотря на, может быть, достаточно неубедительно созданные мероприятия, которые в наших госпиталях, которые не совсем отвечают этим мерам, может быть, инфекционного боксирования, но они были созданы и, значит, оперативно короткое время и работают. Да, здесь надо иметь в виду, что не только сами медики и тут и организаторские меры, надо тоже отметить, что они были действительно созданы и проведены. Что касается распространения сейчас, к сожалению, Ульяновская область идет пока на первом этапе эпидемиологического распространения, заражения. Мы где-то около двух месяцев уже выявляем достаточно большое количество вновь выявленных больных. Это, конечно, настораживает. Но есть тенденция, которую нельзя не заметить, о том, что идет снижение госпитализации. Есть уже свободные места, пожалуйста. Что мы можем даже дать шанс перепрофилировать. И не зря сейчас в последнее время пошли действительно такие разговоры. Они не просто основываются на реальных делах. Но сколько мы можем ждать? Значит, нужно действительно выводить больницы на прежний уровень работы, на многопрофильность оказания медицинской помощи. И у нас в нашей больнице, ну, наверное, это возможно сделать, потому что у нас несколько корпусов задействовано в оказании медицинской помощи для ковидных больных. Поэтому один из корпусов, в принципе, может быть чисто. Для хранических других заболеваний. Да, да, да. То есть мы можем открыться. Единственное, что соблюсти маршрутизацию, потоки в учреждении. Но я думаю, что ближе к ноябрю, это точно будет как бы известно. Может быть, в октябре. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что картина коронавирусной инфекции, она немножечко изменилась, чем была в апреле. Такое агрессивное начало ее, когда заболевали многие, вот эта вспышка, она характеризовалась такой быстрым распространением, заразностью вот этого вирулентного этого штамма. Сейчас, возможно, и не он работает у нас в регионе, а какие-то другие привозные. Мы же столкнулись с тем периодом, что сначала был привозный из-за границы, а потом у нас пошли переноситься инфекция от людей, которые миграционной работой занимаются. Ну, вахтовый метод. Да, они выезжали на север, они выезжали в такие крупные регионы, серьезные, Москва, Санкт-Петербург, где занимались работой, зарабатывали деньги, а потом возвращались в семьи. Но мы все равно все держали под контролем. Конечно, конечно, конечно. Вот, и... Тоже дало это свое. Да, дало это свое, да. Вот, что ожидать, что ожидать. Я думаю, что коронавирусная инфекция, она, в принципе, может и остаться, как вот сама инфекция. Как сезонность такая будет, а как у гриппа. Но она вольется в разряд респираторных заболеваний. Вот, и тут, конечно, надо вспомнить о тех прививках, которые мы делали регулярно, о которых мы все время говорим, что они полезны и нужны. Ну, то есть, Геннадий Николаевич, вы склоняете тому мнению, что все-таки коронавирус пришел навсегда, да? Получается так. И он может все-таки стать таким сезонным заболеванием, как, скажем, грипп, да? Ну, да. От которого надо будет ежегодно делать вакцинацию. Я думаю, что да. Вот именно к такому. Я думаю, что да, да. Вот. И та прививочная кампания, которая скоро начнется, вот, наверное, уже в сентябре, и, прежде всего, это коснется нас, первичного звена. Конечно. Ну, группы риска, так называемые группы риска. Да, медики, вот, школы, там, да, предприятия. Вот. То есть, активные люди, которые в первую очередь... Люди, имеющие хронические заболевания. Да, 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 да. Вот, обязательно. Вот. И в этом направлении работа вот по созданию вакцины, которую, в принципе, зарегистрировали буквально на днях. У нас впервые в России, да. Да, и уже заявка на регистрацию в ВОЗ подана. Я думаю, что... Колоссальный шаг, конечно. Шаг, конечно, шаг. Мы параллельно шли со всем миром, а вот оказались в первых рядах. Но это отрадно. Но, с другой стороны, требования к регистрации, вот видите, она обсуждается уже, что она ускорилась, ускоренная, и все. Ну, это, в принципе, если перейти на вопросы сопровождения, ведения, лечения этой коронавирусной инфекцией, препаратов чисто для ковида до сих пор еще нет. И вот появляются единицы, которые регистрируются в ускоренном образом, для того, чтобы, ну, эти чрезвычайные обстоятельства, в которых мы, значит, живем и работаем, приходится нам это делать. Ну, надо применять их, использовать. А, значит, больше у нас возможностей не будет. Использовать их как мерой для сдерживания этой инфекции. Конечно, да. Да. И эти препараты, которые вот появились, ну, ждем от них достаточный эффект. И, конечно, хорошие отзывы идут от некоторых людей. От медиков, опять же, коллег из других регионов. Вот. Хорошо, что они к нам пришли. Конечно. Вот. Сейчас они регистрируются, и мы готовы их применять. И, конечно, ну, плюс еще ко всему, сейчас впереди вакцинация от гриппа. Это тоже очень важная, да, такая часть работы, да, первичного звена. И губернатор тоже очень такое большое внимание этому уделяет, да, и говорит, что обязательно вакцинация от гриппа должна пройти полномасштабно. И действительно это очень важно, да, потому что эти две инфекции тоже, опять же, друг на друга наслоятся, да, и мы все это понимаем. Поэтому, конечно, это очень важно, как вы считаете, вот вакцинация от гриппа. Да, обязательно. Ну, порой... 80% надо, да, при населении? Да, да, да. Я как раз хотел это отметить, что раньше речь шла о 30% и про слухи. Сейчас, да, сейчас, да. Сейчас нужно гораздо это увеличить, и я думаю, что эта работа, которая упадет на амбулаторное звено... Ну, как вы сказали, вертикаль власти, да, опять же, в детстве. Да, да, оно должно подкрепляться такими серьезными решениями и помощью среди административных структур. Раньше в советское здравоохранение была очень такая наложена ответственность серьезная на директоров, на руководителей предприятий. Это очень важно, кстати, да. Они были обязаны это сделать, потому что именно на вскученных коллективах, где есть и факторы риска... Они, в принципе, даже часть санитарно-процветительской работы какой-то на себя брали. Да, да, да. Вот, к сожалению, вот сейчас вот у нас ушло, ушли от этого. Мы упустили вот эти вожжи, возможности не то что управлять, а руководителями, а упустили возможность с ними контактировать в этом плане, чтобы они были зависимы от тех же законов, что работают ими. Совершенно соглашусь с вами. Вот, поэтому это надо возвращаться к этому, и нам не проще. Ну, уже потихоньку идет к этому, сейчас идет. Они, в принципе, разумные руководители, разумные, да, ответственные, о чем всегда говорится, что руководитель должен думать о своих подчиненных, должен думать о своих работниках. В принципе, они идут на диалог. Они идут на диалог, они понимают значимость этой... Они понимают, что потом большие листы, да, и эти вот дни, которые выпадут с производства, еще больше, конечно, сейчас это недопустимо. То есть, в принципе, я хочу просто, чтобы зритель еще раз услышал, что вакцинация от гриппа, она допустима даже в период, вот, ну, так скажем, вот этой диагнологической ситуации по коронавирусной инфекции, и она даже необходима. Необходима. Потому что, тем более, если иммунитет ослаблен, мы сказали, да, это люди с хроническими заболеваниями, это группа риска, медики, да, педагоги, то есть, подростки, дети, то есть, призывники, да, опять же тоже. Конечно. Тем более, мы впереди, надо нам как-то защититься, это в рамках профилактических мер тоже. Конечно, конечно. Мы расширяем, знаете, вот у меня внук пошел в первый класс в прошлом году, в этом году второй внук идет в первый класс, и вот если, смотрите, он проучился полгода, а остальные полгода дистанционка. Но они соскучились. Конечно. Они... Ну, у нас менталитет такой, мы должны как-то в диалоге всем знали. Всяция, глаза в глаза. Да, совершенно верно. Да, и эта информация, она больше как-то лучше усваивается, например. А так дома что? Ну, та же бабушка, та же мама, тот же папа, который... И еще телевизор или экран. Ну, надо тоже какое-то зерно все-таки положительное в этом ходить. Нет, обязательно. Потому что сейчас информационная наука, да, она сейчас шагнула вперед очень далеко, да, и мы в какой-то степени сейчас вот способствуем тому, что это вот тоже внедряется, да, таким ускоренным темпом, да? Ну, да, это тоже, ну, как говорится, что... Ну, во всем надо находить какое-то положительное зерно, да. Что бы ни делалось, как бы ни делалось, лучшее зерно, правильно вы говорите. Нужно находить зерно, которое можно посадить для дальнейшего роста чего-то. Может быть, именно этот момент обучения способствует развитию каких-то особенностей... Технологических каких-то, да, таких вещей. У ребенка, да, или проявлении каких-то интересов и все. Николай Николаевич, а вот вы уже говорили об этом. Вот я хочу вернуться к тому вопросу, когда вот болеют чаще люди все-таки, ну, старше 65 лет, и мы больше как бы к ним, вот, тревога такая у нас к ним. Но сейчас в последнее время все-таки и молодые люди болеют, да, и даже, в принципе, агрессивно, да, так ковид проявляется. Вот с чем это связано? И действительно ли вот из этого же вопроса, вот вытекающий следующий, вот осложнения после коронавирусной инфекции, они действительно, вот они проходят бесследно, или все-таки какие-то вещи остаются, вот в плане поражения легких, там, может быть, еще каких-то систем? Как вы считаете? Ну да, значит, действительно болеют серьезно, потому что имеют особенные какие-то жизненные обстоятельства, сложившиеся на фоне лет, так сказать, заработали люди эти заболевания. Ну, букеты уже даже у некоторых еще бывают. Да, да, гипертония, ишемическая болезнь. То есть, определенным багажом уже пришли. Да, 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 да. Иммунологические какие-то проблемы. Вот у возрастных людей, как правило, бывают еще, вот, анемии очень часто. То есть, гипоксимический ряд заболеваний, которых уже страдает, вот, недостаток. Ну, все, что сейчас с инфанкой кислорода. Недостаток кислорода. Доведение до тканей, да. Да, да, и иммунологические ситуации, вот в частности, там, системные заболевания, там, сахарный диабет, они как раз, вот, усугубляют метаболические нарушения, вот. Это, да, конечно, они заболевают чаще и быстрее. Дети у нас страдают в меньшей степени. Если взять общую статистику, там, ну, где-то чуть больше одного процента, там, до двух процентов. Ну, это небольшой, конечно. Небольшой процент, и они переносят это, как обычную вирусную инфекцию. А молодые люди? Вот. А молодые люди, тут, мне кажется, в чем заключается, вот почему они очень часто серьезно заболевают и глубоко, глубоко поражение идет, они поздно обращаются. Вот, несовременное обращение. Вот, я хотел к этому привести. Несовременное обращение. А вот это вот наша авось, которая недостаточно убедительно и для медика, имеется в виду, но убедительно получается вот для обычных людей. Да, это у меня вот просто, я вот, продул меня, вот я, значит, там, вышел из бани, не переоделся, там, да, вот вспотел. Это может быть началом того. То есть, получается, этот острый период переносит на ногах. Да, да, да. И они, этот вирус, он, так сказать, как проще сказать, для масс пускает корни, живет припеваючи, потому что для нас, мы для него, это источник энергии, источник питания, источник возможного развития, внедрения. Он прекрасно живет, вот, даже на температуру, которая, там, до сих пор, вот, несмотря на то, что четвертый месяц мы работаем в условиях пандемии, не пугает людей, там, температура, они даже не вызывают врача, а поступают достаточно тяжелые, вот. Ну, это, молодежь у нас подвержена и вредным привычкам, очень много курящих, выпивающих. Ну, сейчас есть тенденция, конечно, к уменьшению, но все-таки, да. Да, 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 есть такое, потому что бытует мнение, что вот, если вот, почему, например, спиртосодержащими жидкостями нужно обрабатывать руки для обработки, а можно его и внутрь принять, вот, люди так вот, такого мнения думают, что можно, так сказать, обеззаразить себя изнутри, но это абсолютно неправильное понимание вещей. Здесь мы встречаемся не просто с вирусом, не просто с таким респираторным вирусом, а очень глубокое идет повреждение респираторного тракта, тропность вот такая явная, яркая, быстрая, механизм немножечко внедрения, патогенез немножечко отличается от обычной респираторной инфекции вирусной, глубокое поражение, и здесь идет на уровне, поражение на уровне тромбообразования идет. Это повреждение основного составляющего в легких, это ацинус альвеолы, повреждение сурфактанта, вот эта альвеола из дыхания полностью выпадает, она не функционирует должным образом, потому что сосудистый, балакиня вот этой сосудов, она не работает, там микротромбы появляются. Одним из, в связи с этим и последствия поражения вот легких достаточно серьезный. На протяжении всего даже лечения, как не обращение, как течение самой болезни, так и в период лечения происходит распространение вот этой вот картины в легких, и усугубление этой ситуации, и достаточно трудно это вернуть, но опять же это зависит от организма. Вот какой он сильный в плане иммунитета, значит, здоровый образ жизни ведущего человека, вот ответы разные. Ну да, ему ответ будет, конечно, разный. Да, 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 да. Иногда клиники никакой нету, а картина сразу пневмонии. Иногда, значит, жесточайшая картина с интоксикацией, с выраженной температурой, слабостью, респираторными, значит, проблемами респираторными, это одышка, сдавление в груди, а идет малое поражение легких, но если вот динамить, в динамике смотреть изменения в легких, быстро распространение идет. Одним из влечений препаратов основным как раз вот и являются препараты низкомолекулярных гепаринов или его аналогов, и это дает действенный результат. Надо сказать, что антибиотики-то вот они, в принципе, с учетом вируса, а не бактерий, они вроде бы как с одной стороны не показаны, а с другой стороны, очень часто практически все люди имеют очаги хронической инфекции. Конечно. И бактериальная составляющая у нас в природе изначально всегда присутствует. Ну поэтому без антибиотиков, конечно. При изначальном снижении иммунитета она поднимает голову, и поэтому вот здесь вот как раз и нужны антибиотики. Вот. У нас, в принципе, проводится весь комплекс мер, согласно временным рекомендациям методическим. Мы довольны, что мы можем их применить в нашей сейчас деятельности. Вот. Ну, есть относительные трудности, которые, значит, не совсем полностью мы можем это сделать, и хотелось бы какие-то отдельные моменты уточняющие, но мы работаем над этим. Ну вот, касаясь именно, раз уж коснулись именно ковидного госпиталя вашего, да, то есть какие вот методы исследования, то есть методы ведения пациентов, ну, вы сказали уже временные рекомендации, стандарты, да, то есть если однозначно здесь, да, ну, может быть, какая-то есть еще что-то вот в свое, может быть, добавили, или прямо вот четко, строго идет по всем, и всего ли достаточно для того, чтобы действительно человек поднять на ноги, и было все хорошо? В самом начале лечения мы строго следовали рекомендациям, они же менялись, обобщались этот опыт, была и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, сейчас седьмая вот версия, немножечко она задержалась, ее пора уже тоже как бы... Ну, они дополняли только все-таки, да? Они дополняли, там какая-то научная разработка идет, она у нас подтверждается и внедряется в эту методическую реакцию, да. То есть больше обоснованность даже идет лечение. Там четко прописано, конечно, как работать, и это немножечко, с одной стороны, упрощает, и твои, твою правовую такую юридическую ситуацию... Ну, индивидуальный подход, наверное. Да, да, значит, мы как бы защищены вот этим, если мы будем строго соблюдать. С другой стороны, опыт никуда его не деть, его нарабатывает любой человек, медик в любом случае всегда, постоянно. И вот те критерии в отношении такого явного быстрого перевода на искусственную вентиляцию легких, на интубацию, мы как-то это вот... отношение у нас немножечко меняется. Не всегда правомочное. Не всегда, но правомочное, потому что мы же понимаем, что это такое... Искусственное такое. Да, и, значит, мы и примеры такие были, что нам пришлось немножечко себя, так сказать, свое видение и опыт применять в практике уже сейчас, даже за это короткое время, что лучше понаблюдать еще, лучше увеличить скорость кислородной подачи, лучше изменить позу пациента, дать ему возможность получать эту адекватную респираторную поддержку на боку, на положение на животе. То есть это не только стадии, а еще индивидуальный подход к каждому пациенту, да? У нас, значит, обеспечение... Мы же открылись после ремонта. У нас обеспечение... Вот кислородная подводка, она была в каждом отделении, но она определенная, там палаты какие-то, потому что для тяжелых больных, когда в общесоматическом стационаре. А теперь у нас сплошь везде идет кислородная подводка, то есть в каждой палате, в каждой койке мы всегда можем подать кислород. Я знаю, что у вас министр лично прям, да, все это курировал, и прям под которым все было, и, как он говорил, там чуть ли не карандашом чертили, там куда-чего, да, выходы, входы. Это было, да, на самом деле так, вплоть до... И днем и ночью работали, чтобы открыть. ...глубокого вечера с этими листами, да, обрабатывали. Потом же мы же создавали инфекционный госпиталь, поэтому нам нужно... Все впервые это было? ...пути следования, маршрутизации. Красная зона. ...внутри зоны, да, зонирование эти. Потом нужно же... Чтобы все это было визуально видно. ...открыть некоторые структуры, некоторые подразделения, которых не было. ...которых не было, ну, например, там, санитарную зону, узлы, там, где можно, там, душевые, помыться. Опять же, надо сотрудников функционал менять и все прочее. Конечно, да. Вот, мы это все прошли, и этому помогло, как бы, вот, и, в принципе, организации, и отношения медиков, и... ...материальная поддержка тоже, конечно. Конечно, конечно. Вот. Организационная, материальная. Организационная, материальная поддержка, да. Вот, сейчас достаточно просто все это сделать. У нас круглосуточные бригады врачей, они работают в СИЗах, постоянно кто-то находится на этажах, вот, могут к каждому подойти и помочь, как изменить свое положение, ответить на вопросы, помочь, как себя вести, что можно, что нельзя. Ну, есть трудности, которые, наверное, называются человеческим фактором. Не все мы можем предусмотреть, не все, не со всеми, например, с людьми, с родственниками встретиться, как им хочется, да. Они же занимаются телефонированием, общением и хотят в то, в свое время, а у нас в это время продолжаются рабочие моменты, смена бригад, передача смены, подъем в грязную зону, так называемую. Поэтому соблюсти это нельзя, моменты есть. Вот, в отношении лекарств, вы сказали, да? Да, да, вот обеспеченность, там все, может быть, что-то новое. Лекарства есть. Ну, трудности были на первых парах. Конечно. Вот, с обеспечением СИЗами, да, нам все, как бы, ну, не только нам, а всем помогали, мы все разыскивали эти возможности. Вот, трудности были, да. Но сейчас у нас стопроцентно полностью, вот, хоть вот каждые два часа меняй эти СИЗы, в этом необходимости нету. Люди привыкли к рабочим моментам, работают от четырех до шести часов обязательно, в СИЗах, спускаются, работают в чистой зоне, вот. Ну, тоже вот хорошая тема, Коснов, Геннадий Николаевич, вот я к тому вопросу, что вы сказали, да, вот родственники иногда хотят, там, да, больше внимания, чтобы вам все рассказали, там, все проще. Я вот тоже, вот с одной стороны, вот у меня вроде бы и за, да, и с другой стороны, тоже немножко есть вот такой негативный оттенок, потому что вот возможность везде позвонить, написать, да, это тоже вот медиков, да, отвлекает где-то, да, вот от той работы, рутинной работы, да, и хочется вот по случаям тоже, ты можешь к зрителям обратиться, что немножко вот, ну, дань уважения все-таки тем медикам, которые вот на первом рубеже стоят, по борьбе с этой коронавирусной инфекцией, все-таки, чтобы люди понимали, да, что мы стоим на первом вот фланге, как говорится, да, и чтобы действительно, если мы можем уделить внимание, там, мы уделяем внимание, конечно, да, что можно, мы рассказываем, да, Геннадий Николаевич? Да. Ну, в принципе, вот такое, слишком вот такое, как говорится, настойчивое такое стремление, да? Ну, ну, действительно, это с одной стороны вал вот этих вот обращений, всем нужно ответить и помочь, оно, конечно, связано с правовыми моментами. Ну, да. То есть, можем ли мы третьему лицу, или там кому-то, если он не проявил эту письменную... Ну, 152-й федеральный закон, никто не отменял, да, кому рассказывать, вот, это вот, конечно, угнетает вот это общение. Не просто, не то, что угнетает из-за того, что не хочется это сделать, а вот возможности, например, вот смотрите, вот семья, большая семья, одна придет сестра, потом дочка, потом, значит, еще один родственник. Ну, сразу о нем объяснили все, да. Ну, да, ну, вот вы узнали, ну, поясните все семье, успокойте. Потом, помогает же ведь положительная эмоция во всем. А если, значит, уже в больнице, значит, уже оказание медицинской помощи идет. Если, значит, какую-то информацию получили, что от родственника, что он разговаривает по телефону, он общается, значит, он, во-первых, живой, в сознании, оценивает ситуацию. То есть, в этом тоже нужно какую-то подоплеку искать, что да, там им оказывают помощь, как бы есть. Нет, надо еще от первого лица узнать все, как, что. Какую важность, например, та информация родственнику, сколько процентов поражения легких у родственника, ну, с одной стороны, это важно, да, но... Но это не всегда показатель. Да, ну, полностью, вплоть до клиники патогенеза, рассказывайте, я должна посоветоваться. Мало ли вы рассказали, я должна, значит, например, там, посоветоваться еще с одним доктором. Я, может быть, передам эту информацию, значит, в другую клинику. Ну, даст... Конечно, тоже отвлекает. Да, но сейчас вот немножечко другие вопросы появились у людей. Значит, у нас открылась телефонная линия, которая может, в принципе, в определенное время, конечно, работы... На сайте это все есть. Да, на сайте это есть. И можно созвониться, встретиться с врачом, именно по телефону. Можно в определенное время, вот время передачи у нас определенное есть. Можно человека, который эту работу выполняет, он и позовет этого доктора, можно пообщаться. Но что есть и было при открытой образе работы, и что сейчас, это достаточно сложно. И вот в первую очередь хочется объяснить, что сейчас на самом деле они, можно назвать их чрезвычайными ситуациями, чрезвычайными обстоятельствами, в которых мы работаем. Вот эта вот мобильность у нас немножечко потеряна для того, чтобы общаться так часто, так много. Пребывание в этих СИЗах, оно обязывает определенному времени быть в красной зоне. потом снятие этого СИЗа определенным образом накладываются обязанности по заполнению медицинской документации. И достаточно их много, сейчас они появились. Каждый документ там юридический. Хорошо, что вот нам удалось сделать распечатывание всей документации в чистой зоне. У нас сидят люди, которые распечатывают историю болезни, данные инструментального обследования, там сканируются. То есть уже не тратится время тех практикующих врачей, которые... Да, да, да. То есть сканируется, все это собирается, обрабатывается в историю болезни. Ну, конечно, врач в этом тоже участвует и достаточно многому времени уделяет, потому что нужно это собрать воедино, чтобы составить те же дневники с обоснованием, этапность этого наблюдения создать, выписные эпикризы. Все это нужно найти, и обобщить. Мы работаем же не только в структуре, но и зависим от лабораторий, которые дают протоколы. Они сначала, поначалу, вот они сбрасывались на электронную линию, очень сложно было как бы найти. Сейчас они у нас подвозятся где-то до 10 утра, то есть мы раздаем, информацию сразу получаем, и решение принимаем по дальнейшему, куда, как с пациентом решать. Пора подумать о его выписке, чтобы, потому что мы отрицательный результат получаем, или, значит, построить план обследования и изменить, провести коррекцию лечения в зависимости от того, какой мы результат получаем. Иван Николаевич, а вот по тестированию, всегда ли тестирование, например, показывает, действительно, что у человека наличие ковида 19, или все-таки иногда... Нет, 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 нет. Мы столкнулись с этим... Тоже об этом надо сказать. Раньше у нас и сейчас это есть на ВИЧ обязательно. А теперь у нас появилось обязательное требование обследовать на коронавирус. Вот мы их обследовали. Ну, казалось бы, раз инфекция пандемии, нам эти матовые характерные стекла, значит, характеристика рентген-картины нас больше уводило в сторону коронавируса, однако, вот, ну, например, сегодня вот даже взять, на утро 350 человек, а все-таки 140 только положительных. Вот так вот. Понимаете? И хотя картина, характеристика именно, вот она практически неотличима. Нам рентгенологи уже своим глазом набитым по просмотру этих снимков и выводы делают практически одинаковые картинки. А вот у кого мазки выявляются, а у кого нет. Это вот одна ситуация. Вот. Переболели, ковид, ну, явно, явно, вот типичная картина, с потерей обоняния, вкуса, значит, с выраженными вот этими респираторными, с давлениями, изменениями, с высокой температурой, да-да-да, пневмония, мазок отрицательный. Мазок отрицательный. Но лечение будет, соответственно... Но мы основываемся в лечении именно на клиническом отношении, на сборе информации по лабораторной диагностике, по компьютерной диагностике, именно по изменению легких, и практически лечим как коронавирусную инфекцию не уточненную лабораторно. Так МКБ нам не только рекомендует, а есть именно уже шифры, которые разделяют эту инфекцию на несколько составляющих. Лабораторно доказанную, без доказательного лабораторного теста. Это как бы все прописано. Все прописано. И мы имеем право ее выставлять так же. Тесты даже среди медиков переболевших отрицательные результаты мы сдаем потом анализы на антитела. Антитела есть. Значит, человек переболел именно коронавирусной инфекцией. Поэтому надо действительно и чтобы понять глобальность поражения населения, распространенность вот этой болезни, конечно, мазки этого мало. Нужно еще брать у какой-то группы населения, той же третьей, например, допустим, или четвертой части, чтобы понять, то антитела, конечно, они более показательные. Они более показательные будут. Более показательные. Геннадий Николаевич, а вот еще один такой вопрос по беременным женщинам. Вот вообще по статистике более двух тысяч в России беременных женщин переболели коронавирусной инфекцией. на самом деле, такая проблема тоже, и подход к ним особый и так далее. Скажи, пожалуйста, чтобы все точки на дверь расставить, внутриутробно передается коронавирусная инфекция или нет? И через грудное вскармливание? Давайте как мама, кормящая мама общается с ребенком. Она его не просто кормит молоком, то есть биологической жидкостью, как бы, в которой якобы там вирус. Нет. Она с ним общается. И вот эта воздушно-капельная передача, именно слюна, с которым контакт вот этот непосредственный, вот именно это передача, а не то, что это через молоко, нету. внутриутробно есть информация в научной сфере, там статьи отдельные, что вот именно у мам, которые переболели даже вот недавно или там несколько недель, которые роды принимали значит в масочном режиме таком у нее, она контакта значит с ребенком ее исключали, даже после кесарево сечения и брали так в статьях написано в некоторых вот по Австралии я читал, по значит Великобритании там статья была одна о том, что у ребенка через несколько часов после рождения, когда отсутствует полный контакт и общение у него брали анализы и якобы находили антитела М, то есть которые говорят об остром как бы периоде заболевания, но ну смотрите если взять иммунологию изначально, то иммуноглобулиновые достаточно крупны для того, чтобы проходить вот этот плацентарный барьер ну так вот так считается поэтому откуда как ему взять но если вот логически рассудить как бы клиническое мышление свое проявить вот и дальнейшем мы же должны себе поставить вопросы какие-то вот как дифференциальный ряд мы строим и так должны ну а почему бы нет вот рассматривать можно но это в том случае если ну какая-то иммунологическая подвижка у мамы какая-то плацентарная значит проблема может быть когда вот этот барьер упущен из виду тогда может быть конечно передача но на сегодняшний день это не доказано да таки случаи даже ну просто нет вот единицы вот какие-то информации прошли но это однозначно опять же сомнительность ну в сомнительность не доказано то есть сейчас вот рассматривается так что это не доказано и не рассматривается не должно рассматриваться то есть это не должно людей пугать Потому что это возможно. Игорь Николаевич, давайте еще зрителям напомним еще раз такие практические советы по профилактике именно коронавирусной инфекции. Прямо первый, второй, третий, четвертый, чтобы по порядку. Да, хотелось бы воспользоваться нашей встречей, обстановкой и обратиться к зрителям, что прежде всего медики стоят на страже их здоровью. Здоровье населения. Поэтому всегда, в любое время суток у нас службы именно так и подготовлены к работе и ночью, и в течение дня, и плановость, и экстренность. Все прописано, все маршрутизация. Лишь бы вы нашли время для оценки своего статуса, здоровья и при необходимости, и при возможных жалобах, которые вас беспокоят. Просто обратились. Просто обратились. А мы решим, мы решим, те доктора, те медики, которые мы обратились, они решили, что с вами дальше сделать. Успокойте вас поставить диагноз, обеспокоиться самим и направить вас в стационар или на какое-то обследование, дать совет, оказать помощь. Поэтому это первое, первое всегда. Самолечением не надо заниматься. Ну, я думаю, что взрослые люди все образованные, они должны понимать, что ничего не проходит бесследно. И вот эти вот бесконтрольный прием препаратов, особенно антибиотиков, они вызывают резистентность к ним. Потом, чем мы вам будем помогать тогда? Чем мы будем лечить? Мы будем лечить даже банальные инфекции, которые вот как с 42-го года прошлого века пенициллин изобрели, и сразу моментально вся раневая поверхность, все инфекции, все мы побороли. Так счастливы были тогда. И долгое время антибиотик, это самый банальный пенициллин, он помогал. Сейчас мы уже применяем изначально, имеем резистентность такую ко многим антибиотикам. Если вот взять информационную составляющую, взять на чувствительность у каждого человека, то мы... Ну, это статья, это все известно. Не надо это изобретать велосипед. Это просто нужно следовать вот этим критериям оценки, значит, статуса резистентности в целом, в популяции. Ну, конечно. Да. И нужно этому следовать. Бесконтрольный прием антибиотиков. Геннадий Николаевич, ну, опять же, к этому вашему первому пункту, я считаю, надо отнести еще. И вот отказ от госпитализации. Конечно, это право каждого пациента, да? Ну, да. Юридически расписался, я отказался от госпитализации. Ну, если медики сказали, что вам необходимо ехать в больницу, не надо, как бы, искушать судьбу, да? И все-таки, вот, отказ проще всего, да? Конечно, вы написали отказ и сняли ответственность из медработника и все. Но, с другой стороны, человеческий чисто фактор такой, да? Если медик говорит, что нужно в больницу, значит, нужно в больницу. Правильно, Геннадий Николаевич? Ну, правильно, да, конечно. Это упущенное время. Конечно. Чаще всего же происходит дальше, что человек понадеялся, как бы, на себя, на свои силы, а вот этого не случилось. И это прям буквально в течение нескольких часов, следующих или дней... Пошел отчет времени. Да, отчет времени. И он, вот этот поздний момент наступает, он все-таки, когда он решается опять обратиться, вызвать, но достаточно уже трудно. И по данным людям, которые в тяжелом состоянии уже, когда поступают, за них принимают решение уже кто? Родственники. Потому что, ну, они не справляются, они даже не спрашивают его согласия, а просто везут и все. А это действительно очень сложно тогда помочь. Вот. И какие меры сейчас? Я считаю, что вот при одновременном расширении вот этих вот возможностей общества и контактов, да, все равно соблюдать ограничительные меры как бы для себя лично нужно. Если вы не можете не общаться с кем-то и не можете не выходить из дома, а продолжить работу, соблюдайте дистанцию. У возрастных людей, которые на пенсии, им обеспечить самоизоляцию и соблюдать режим контроля за собой. То есть мыть руки обязательно. Руки для чего мы моем? Это не просто они грязные, там, в земле, там, или что-то мы грязную какую-то работу вымыли. Любой контакт с дверной ручкой, с кнопкой лифта. Ну, обеззараживается потом это мылом. Обязательно нужно обработать или спиртосодержащим дезинфицирующим средством, или мылом банальным. И меньше трогать лицо руками. Обязательно, да. Мы создаем, значит, возможность непосредственного контакта и через слизистые, через носоглотку, через конъюнктиву получить проникновение. Порция вируса, да. Да, да, да. Вот это, как бы, вероятная обсемененность, значит, бытовых приборов или контактов, которые мы можем осуществлять, оно увеличивает этот риск. Поэтому нужно его просто, значит, отстраниться от этого, помыть руки лишний раз, тот же самый обрабатывать, сменить маску 2-3 часа, которые нужно, значит, пользоваться. Соблюдать социальную дистанцию, если вы вынуждены выйти в магазине, в аптеке. Там все, кстати, прописано, там линии расчерчены, вот как мы с вами находимся. Желтые линии, да, всех видно. Находимся, так и нужно соблюдать. Если нет необходимости, вот взвесить вот это вот, как важно вам куда-то сходить или лучше поберечь себя. Вот это вот как бы важно. Ну что ж, я напомню, дорогие зрители, что у нас в гостях был исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части, центральной клинической медико-санитарной части, исполняющий обязанности начальника ковидного госпиталя, Прокофьев Геннадий Николаевич. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok